Продолжение следует... Продолжение следует... То есть, натурального средства от глистов, от паразитов. Есть способы очищения организма, которые больше подходят в одних случаях, и есть те, которые подходят в других случаях. Ну, конкретно, значит, например, лямблии. Возьмем классический пример, это ребенок, который ходит в садик или ходит в школу, ему, в принципе, обнаружили цисты лямблии, и родители перед выбором, что делать. Вроде как особо симптомов, как заболевания, лямблиоза нет, даже аллергии, в общем-то, как таковой нет. Ну, может, там ребенок часто болеет, чаще, чем хотелось бы, но не факт еще, что это от лямблии. С другой стороны, им рассказывают, что вот сейчас начинаете принимать вот такие лекарственные препараты, он открывает, читает там список вообще-то побочных действий, противопоказаний, думает, что сейчас мой ребенок с цистами лямблии в анализах, но, в общем-то, все практически нормально. А тут такие вообще ограничения, что будет, если я буду принимать. И начинает искать натуральные средства, но ведь применение натуральных средств это тоже наука, и поэтому, например, тот же черный орех, который в первую очередь я рекомендую в случае, когда есть лямблии, он тоже бывает разный. Бывает настойка черного ореха? Настойка – это на спирту. Должен вам сразу сказать, что никаких сертифицированных настойок черного ореха в натуральных аптеках нет. То есть, это всегда такие какие-то полукустарные вещи. Есть экстракты черного ореха сухие в капсулах, есть таблетки, например, как вот Бионорм черный орех, в котором черный орех совмещен вместе с еще одним компонентом, противомикробным, противопаразитарным, это прополисом. И все это сделано на гиббиновом сахаре. И вот эти таблетки, в отличие от капсул, в отличие от настоек, в отличие от экстрактов, которые сухие другие экстракты, или экстракты на глицерине законсервированные, этот черный орех, он рассасывается во рту. То есть, таблетку мы не глотаем, просим ребенка, ну не важно, взрослым можно тоже просим ребенка рассасывать во рту эти таблетки. Курс проводится несколько раз. Это очень важно, потому что у лямбли есть цикл их активации, и они очень легко впадают в состояние спячки, как раз в те цисты, в которых очень сложно на них воздействовать. И поэтому черный орех мы принимаем курсами по 21 дню, потом делаем перерыв и еще, потом делаем перерыв и еще. То есть, так три раза. Но одного бионорма черный орех, который воздействует на лямблии и на других паразитов, недостаточно. Если есть малейшее сомнение, что ребенок аллергичный, то обязательно на фоне приема черного ореха при лямблиях нужно использовать застерин ультра, 60%. Почему? Ну это логично. Если мы хотим кого-то вывезти из организма, это так красиво звучит теоретически, но на практике мы должны его убить. Черный орех за счет своего действующего вещества, юглона, он именно губительно действует на паразитов. Он именно вызывает паралич у них, и они должны мертвыми уйти из организма. Поэтому можно ли предположить, что не будет интоксикации внутренней при этом? Будет, обязательно будет. И если у ребенка все хорошо со стулом, он не аллергичный, то и ладно. А если все-таки есть сомнения, да и вообще лучше всегда используйте параллельно в течение курсами тоже, вот когда вы начинаете противопаразитарное, в начале этого курса всегда добавляйте на 10 дней застерин. То есть, один раз в месяц пропиваем 20 дней черного ореха, 10 дней застерина. Но это не все. Где живут лямблии? В печени. И практика показывает, что их более успешное выведение, избавление от них надежное происходит только в том случае, если все хорошо с желчьотделением. Если взять 100 деток, то, к сожалению, у большинства из них, у 80 как минимум, будут какие-то вопросы с дискинезией желчеводящих путей. Это у всех современных людей так. А для детей это особенно важно, потому что на них больше влияет и нервное перенапряжение, и больше влияет наше не очень натуральное питание. Дискинезия желчеводящих путей часто. Поэтому, если мы будем принимать что-то противопаразитарное, натуральное, неважно, но при этом не будет хорошего желчьотделения, то нормального освобождения от лямблии ждать не приходится. Что можно использовать? Ну, у ребенка удобно использовать фитобилин. Это фитосбор из серии рецепта Соколинского, в которой выпускается НПО «Звезда». И чем удобно? Это порошок. То есть, ребенку не нужно глотать лишнюю какую-то таблетку-капсулу, то есть, вы берете буквально, в зависимости от возраста, от одной трети до половины чайной ложки, и порошка, травы. Здесь в составе около 15 разных трав. И заливаете кипяточком. Ребенок выпивает. Можете туда добавить немножко меда, хотя оно, в общем, не очень желательно, но можно. И точно так же сопровождаете весь курс приема черного ореха, еще и фитобилином. Для взрослых есть другой компонент, может быть, более для вас простой, это зефлан. Он тоже обладает свойством улучшать структуру желчи, улучшать ее текучесть. И экспортный зефлан мы используем у взрослых в противопаразитарном курсе. Итак, лямблии. Это основной действующий компонент черный орех Бионорм. Теги курса по 20 дней. Параллельно по 10 дней застегин ультра 60%. Параллельно весь курс, все 20 дней. Это фитобилин для деток и зефлан экспортный для взрослых. В схемах для Европы это зефлан. Но лямблии это просто самая такая распространенная история, да, конкретная. Но в пищеварительном тракте может жить много чего, да, и очень часто такая пограничная ситуация, когда есть сомнения, а вдруг у меня паразиты, может быть, а может и нет. В анализах вроде ничего нет особо. Но провести профилактический курс хотелось бы. Что использовать? Ну, в данном случае, конечно, не химия, потому что, чтобы использовать химические противопаразитарные соединства, противоглистные, противогельминтные, нужно точно знать, что за паразит. Есть ли что-то натуральное, что обладает широким спектром действия, скажем так, на паразитов? Да. Значит, этот комплекс называется парагонкомплекс. Это американский комплекс. Используем мы его, ну, вот с момента начала работы центра, то есть с 2002 года, 12 лет. И здесь вот выверенная такая комбинация, которая на практике дает очень хороший эффект. Люди действительно меняются, просто ситуация существенно с общим самочувствием, что позволяет все-таки подумать, что внутренний человек интуитивно диагноз себе поставил правильно, что проблема была в паразитах. Экстракт семян грейпфрута, экстракт черного ореха, грибы, извините, экстракт, порошок гвоздики, его, правда, здесь немного, капаилат магния и цитрат висмута. Ну, все эти компоненты, они, естественно, природного происхождения. И произведено это все в США и с соблюдением технологии GMP, то есть с высоким контролем качества производства. Парагон – это вещь серьезная. То есть, в общем-то, конечно, просто так за место завтрака его принимать не стоит. Потому что при реальном существовании паразитов он действительно вызывает их гибель. И в связи с этим всегда на фоне приема парагона советую использовать для устранения симптомов внутренней интоксикации, ну, чтобы, грубо говоря, не ломало так в процессе, да, там не тошнило, не было ощущения, что вы заболели, как будто вы простудились. Использовать застегин. То есть, он выводит токсины из крови, эндотоксины, которые образуются в результате гибели паразитов. Потому что, ну, мы никогда не знаем в конечном итоге, а что там. То есть, это может быть какой-то довольно крупный паразит. Если это остеицы или аскориды, не дай бог, то они крупные. И, конечно же, гибели – это все-таки не микроскопические частицы. И от них много что остается. Это надо выводить, чтобы в кровь не всасывалась. И там не циркулировало. Парагон-комплекс влияет на зрелые формы. То есть, на то, что движется, грубо говоря. Но есть и цисты. У многих паразитов есть спящие формы. После парагона, после 20-дневного курса приема парагона, используется гвоздика. Непосредственно порошок из гвоздики фармацевтического качества. Я вам не советую, конечно, просто размалывать гвоздику как специю и есть. Потому что эффект может быть совершенно не такой. Может быть раздражение пищеварительного тракта вместо пользы. Кстати, по поводу раздражения пищеварительного тракта. Парагон нужно внимательно и с осторожностью использовать, если у вас есть язвенные дефекты. Неспецифический язвенный колит в кишечнике, язва желудка, язва 12-перстной кишки. Лучше всегда, конечно, использовать консультацию. Но для этих случаев я рекомендую прислушиваться к той дозировке, которая указана по рекомендации Минздрава. Когда регистрировался этот БАД в России, было указано, что по таблетке 2 раза в день. Хотя в литературе вы можете... Да, и курс поемы месяц. В литературе вы можете встретить схему, когда по нарастающей идет до 6 таблеток. Но вот эту схему нужно использовать тогда, когда вы уверены, что у вас нет раздражения и никаких язвенных дефектов в желудочно-кишечном тракте. Грубо говоря, там ничего не болит, да, и не болел. После парагона, после месяца, мы еще принимаем месяц гвоздику. Особенно полезно, с точки зрения, если взять немножко к восточной медицине так повернуться, особенно полезно использование как противопаразитарного соединства парагона и гвоздики, у людей полных с так называемой конституцией слизь или капха. Паразиты у таких людей не редкость. Они более себя вольготно чувствуют, потому что скорость пищеварения меньше, ферментативная активность меньше, и поэтому паразитам жить вольготно. И параллельно, почему еще появляется больше работоспособность у этих людей после противопаразитарного курса с парагоном и гвоздикой, потому что с одной стороны уходит источник внутренней интоксикации, сами паразиты, с другой стороны укрепляется, улучшается пищеварительный огонь. Эффективность пищеварения становится на фоне приема этих средств выше. Если речь идет о частных случаях каких-то, о писторхии, предположим, то нужно обязательно еще заботиться о печени. Если вы проводите курсы, если есть основания думать о крупных каких-то паразитах, всегда поддержка печени. То есть это лайвер, либо экспортная форма зефлана, либо, если это европейская программа, то это зефланиум. После очищения от паразитов обязательно нужно восстановить то, что они разрушали. Витамины, минеральный баланс. Либо спирулину Сочи, НЦВК используем. Ну, как правило, в общем, даже, наверное, так я и скажу. Либо спирулина Сочи, НЦВК, либо ВИТ-Б+, витамины курсом. И, в общем, для большинства еще полезным будет после противопаразитарного курса использование комплексов бактерий. Это либо Санта-Русь, либо Унибактер. Все зависит от того, к чему больше вы склонны. Если больше к расстройствам пищеварения, ферменты мало, то Санта-Русь. Если больше склонность к запорам, то Унибактер. Если есть склонности к аллергическим состояниям, каким-то к псориазу, к рентгенеальной астмы, то это Унибактер. Но, еще раз повторюсь, то есть, моя задача была сейчас объяснить вам логику принципиально, как использовать натуральные противопаразитарные средства, те, которые являются наиболее эффективными. Чтобы у вас не было соблазнов использовать что-то такое, ну, очень грубое, раздражающее и опасное. Но, если у вас будет возможность и желание вообще заняться этим, то, конечно, я всегда советую воспользоваться индивидуальной консультацией.